Как спастись от жары человеку давно известно. Кто-то привык есть мороженое или отдыхать под кондиционером. А для кого-то лучший способ – искупаться. Кстати, речь не только о людях. Некоторые собаки никогда не могут преодолеть свой страх к воде. Однако эта история не про Марту. Полторы недели назад она самостоятельно поплыла. Теперь от этого занятия собаку не оторвать, рассказывает ее хозяйка Людмила Светова. Хотя раньше собака заходила в воду редко – лапы помочить. Видимо, ей было очень жарко. И она просто, когда забегала в воду, на этот раз она забежала подальше и поплыла с удовольствием. Порода русский спаниель – охотник. Поэтому ей плавать по природе, собственно, показано. Она очень здорово реагирует на птиц, на уток, на бакланов, которые пролетают. А вот кошка Ксюша и кот Бакси скрываются от жары дома. Любят поваляться в ванной, растянуться на подоконнике или отдыхать под кондиционером. Иногда коты и кошки требуют свободы, рассказывает хозяин пушистых Никита Витоха. Конечно, ему это доставляет немало хлопот. Но чего только не сделаешь ради любимых питомцев. Очень любит еще у меня кот выйти в подъезд, там поваляться, там у нас плитка, ему, видать, прохладно. Просто вообще в грязи, вот этой пыли вывозится. Но после этого, в любом случае, идут уже водные процедуры, потому что он получается очень грязный, пыльный, без этого никуда. Еще один способ справиться с жарой – 2-3 раза в неделю вычесывать богатый мех четвероногих. Он помогает кошкам в терморегуляции. Если шерсть полностью удалить, станет только хуже. Кошка не только не почувствует облегчения, но и сможет заработать солнечный ожог и проблемы с кожей. От процедуры не все пушистики в восторге. Давай бака, бакси, бака. Поэтому волос больше всего. По словам специалистов, жара негативно сказывается на здоровье домашних питомцев. Они становятся вялыми и уставшими, не могут найти себе места, им тяжело двигаться и дышать. Поэтому в этот период хозяевам следует более пристально следить за их состоянием. Чем меньше живот, тем больше он подвержен риску. Но, как правило, тепловые удары и теннель случаются именно на открытом воздухе. Если у вас животное не находится в закрытом помещении, где есть доступ прямых солнечных лучей, то ничего страшного случиться не должно. Животное, которое испытывает перегрев, легко узнать по следующим признакам, рассказывают специалисты. У него появляется отдышка, покраснение ушных раковин и вязкая слюна. При появлении этих симптомов животное нужно сразу перевести в прохладное место и напоить. Если состояние не улучшилось, обратиться к ветеринару. В жару главное – обильное питье. В поилке у питомца всегда должна быть свежая вода. Что касается прогулок, то их лучше перенести на более прохладное время суток, например, на раннее утро и поздний вечер. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.